Привет, привет! 28 июня 2019 года, пятница 18.00. Мы находимся в Алматы у мемориала о погибшем в горах. Мы решили сегодня совершить поход, сходить в горы. Вечером идем, потому что собираемся повторить наш прошлогодний маршрут. Это подняться на Альпинград, там где ночуют альпинисты перед восхождениями. На вершины здесь четырехтысячники у нас окружающие. А маршрут, хотим повторить, все-таки подняться на озеро имени Маншук-Маметовой, также известное как Маренное озеро номер 6. Потому что в прошлом году нам это не удалось из-за того, что там была какая-то огромная стройка, работали бульдозеры. Видимо, насыпали плотину или вал какой-то делали, потому что это озеро вызывает опасения у МЧС. Опасения какого рода? Ну, того, что оно может прорваться. А если оно прорвется, то городу Алматы мало не покажется. То есть сойдет колоссальный сель, и ничего хорошего, в общем, из этого не выйдет. Идем мы точно так же, маршрут тот же самый, поэтому показывать ничего не буду. Единственное, что стоит отметить, немного подорожал проезд. Ну, проезд, как мы проехались на городском автобусе, от гостиницы «Казахстан» до «Медео». Маршрут номер 12, 80 тенге для тех, у кого есть городская транспортная карта. 150 тенге, у кого транспортной карты нет. И затем от «Медео» до горнолыжного курорта Чимбулак, откуда начинается пешая часть маршрута, можно подняться на экоавтобусе за 500 тенге. Кто не знает, сколько это, это, грубо говоря, полтора доллара с человека в одну сторону. Взрослый билет. Ну, вот, в общем-то, и вся информация. Поэтому долго рассуждать не будем, плясы точить не будем. Надо идти, потому что уже вечер, и хотелось бы лагерь поставить до наступления темноты. Поэтому, ну, пойдемте. ПОДПИШИСЬ! Мы уже у самой плотины манжелки поднялись. Нормально, чуть-чуть ноги устали, куда пятки сбили, но это худеть надо. Немного переоделись, вот, кофта такая. Тут такие специальные штуки для пальцев. Но, так как я сейчас буду есть казинак, я не хочу испачкать новую кофту. Первый раз сегодня на ней. Беседка здесь такая защищенная. Стеклом. И вот собака-вымогатель, посмотрите. Что, будешь есть сладкий казинак? Не будешь есть сладкий казинак? А зачем тогда вымогаешь? Пес-вымогатель отказался есть казинак. Ну, ладно. В общем, нам идти еще дальше. Для тех, кто не знает, небольшая информация. Альпинград и само озеро находятся по ходу движения в ту сторону. Будет развилка. И вам необходимо будет уйти налево. И по этой дороге, никуда не сворачивая, прямо до озера вы можете добраться. Есть второй вариант через Альпинград. Это по склону, по тропинке, по хребту подняться. Но в прошлый раз она не очень понравилась. Потому что тяжелые рюкзаки, большой уклон, сыпуха. Ну и было тяжело нам. Мы что-то так устали, так вымотались. И пару часов, почти три часа мы поднимались. Ну, тяжело. Поэтому сегодня мы просто пойдем по дороге. Вот такие вот дела. Ну, вот и все. А, ну и посмотрите за моей спиной, какая красота. Вот это закат, там чуть-чуть ниже. Знак 3200 метров. Бульдозер стоит. Они, кстати, здесь насыпали еще плотину. И вот, вот она. Ну, то есть она была вот до этого уровня ориентировочно. Этот прошлый год они строили. Ну, Татьяна Лополь, Казинак. А кому интересно, как мы сходили в прошлом году, вот я здесь вот сверху сделаю выскакивающую подсказку. Сможете посмотреть. Видимо, все по Казинаку. И надо добраться до лагеря. Татьяна погрушит в рюкзаке, в поисках зажигалки. Нашла. Нам нужно готовить. Ну, в общем... Ой, сейчас я сниму. Все, мы на месте. Как вы видите, разложились. Сейчас приготовимся к горячей напитке. Ляжем спать. Что-то мы припозднились. Уже на улице темнота. Хотел я пофотографировать звезды, но, наверное, уже не буду. Сегодня что-то устали. Ужас. Ну, в общем... Все, спокойной нам ночи. Наберемся сил. И завтра мы должны попасть на озеро. Ху! Ху! Спокойной ночи. Доброе утро. Следующий день. Мы выспались. Ну, отлично выспались. Потому что сейчас уже 8 утра. Мы спали вот. Вот прям сколько нам позволяло и не позволяло совесть. Потому что в Алмате спать жарко. Вчера было 34 градуса. Ну, а здесь, наверное, около нуля. Может быть, минус 2. Поэтому спать здесь с удовольствием. Алматинцы же жаловались на весну, которая холодная, дождливая. Ну, вот, пожалуйста. 34, 35, 36 градусов. И это только начало. Вот так вот выглядит наш лагерь. Мы вчера не стали идти вот туда, до самого Альпенграда. Решили встать здесь. Ну, здесь, как вы видите, отличное место. Ровненько. А по темноте не очень хотелось здесь. Идти по камням. Опасно, короче. Сейчас нас ждет завтрак. Вот он у меня здесь. Небольшой лайфхак от меня. Короче, у нас на завтрак омлет с сосисками. Если идти на один день, как мы, ну, с одной ночевкой, то очень удобно приготовить все составляющие омлета и замесить его вот в такой полулитровой бутылочке из-под воды. Сюда влезает ровно 6 яиц среднего размера, молоко, ну, и соль. Я добавляю еще красный перец. А здесь у нас уже покрошены сосисочки. Поэтому сейчас мы завтракаем, собираем наш лагерь и продолжаем идти. Идти к озеру номер 6, озеру Маншук-Маметовой. А кушать и правда хочется. Ну все, ребята, мы на месте. Здесь такая красота. Вон по камням Татьяна ковыряется, пытается сюда пробраться. Вот эта вертикальная штука, это уровень. То есть в хороший сезон, когда идет очень активная таяние ледника, озера, ну, гораздо полнее, чем сейчас. Сейчас я вам покажу. Ну и представляет угрозу городу Алматы. Страшное такое. То есть его прорыв, вот и ох, будет катастрофа для нашего мегаполиса. Ну давайте посмотрим на озеро. Вот оно за моей спиной. Посмотрите, какое обалденное. Это просто красота. Окруженное скалами, моренное озеро Маншук-Маметовой. А также известное под номером 6. Окруженное горами и скалами. Сюда... Татьяна кричит о том, что добралась. Сюда мы добрались, кстати, за час чуть больше от места нашей стоянки. От Альпинграда, наверное, еще быстрее. Вот это одноименный, кстати, ледник Маншук-Маметовой. Это он и образовал здесь марену, которая впоследствии заполнилась водой. Ну и вот здесь теперь озеро. На нем льдины. Вот куча снега. Откуда-то оттуда слышны голоса альпинистов, которые... Вон они стоят. А я не вижу, где. Вон, смотри. А, вот двое, точно. Трое. Вот у этой скалы трое. Вот прямо вот здесь. Это ребята либо поднимаются, либо уже спускаются с какого-либо пика. А что-то спускаются. Ну, значит, это, возможно, те, которых мы уже видели сегодня. Довольно много людей, пока мы завтракали. Пили кофе. Пили кофе, да. Ушли наверх. Потому что вот это озеро, оно со всех сторон окружено четырехтысячниками. И здесь много интересных маршрутов для любителей альпинизма. Ну, и есть куда сходить, конечно же. Ну, и есть для вот таких вот вроде нас, как бы назвать, шлангов. Таких, которые еще и с ночевкой идут на озеро Маншрут Маметовы. Ну, мы просто очень любим ночевать в горах. Вот эта вся атмосфера. Готовка себе еды на горелочке. Это же всегда так вкусно. И она кажется намного вкуснее, чем ты готовишь дома. А вообще этот маршрут, ну, выходного дня. То есть совершенно спокойно можно от Чимбулака дойти до озера и спуститься налегке без таких рюкзаков, как у нас. Это вполне реально. Вот, в общем-то, и все. Сейчас мы еще здесь немного вокруг погуляем. Сделаем несколько фотографий, панорамных снимков. И надо будет спускаться вниз. Потому что уже сегодня суббота. У нас еще есть кое-какие планы. Давайте я вам покажу озеро чуть ближе еще. И на этом пока закончу. Так, а здесь грязище. Ой, какая грязище. Дальше я не пойду. Да, потому что здесь непонятно, где заканчивается берег. Начинается с самого озера. Ну, вот такая вот высокогорная красотища. Находится на высоте что-то вроде 3600-3600 с чем-то метров. Могу врать, но вы меня простите. Но, по-моему, примерно так это все и есть. Дальше. Играет музыка. 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 Мы нагулялись, нафотографировались, покушали и уже время отправляться. Давайте еще один взгляд на моренное озеро номер 6, озеро Маншук-Маметовой. Посмотрим, какие красивые горы его окружают, какая здесь порода раздробленная ледником. Сейчас забираем рюкзаки и идем на Чимбулак к месту нашего старта. Вот пока все, сейчас обед, час дня, посмотрим, сколько у нас займет по времени спуск. А, и на Чимбулаке решим, на чем спустимся вниз, либо на канатной дороге подвесной, ну, либо снова на экологическом автобусе, на котором поднялись вчера за 500 тенге. Но, правда, мы не знаем стоимость спуска на дороге, поэтому пока мне вам сказать нечего. Буквально дождитесь. Один момент, и я вам точно скажу. Мы на Чимбулаке спустились нормально, отдохнули у мемориала, ну, откуда начинали, начинали съемку. Ну, вот, собственно, и все. Весь наш поход на озеро номер 6, озеро Маншук-Маметовой. Ходите в горы, берегите природу, уносите с собой мусор, потому что некоторые негодяи бросают его всюду, и можно наблюдать по этой человеческой жизнедеятельности, в основном пластиковые. Ну, в общем, спасибо, что смотрите. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok